Вот друзья, вот такая вот у нас сегодня вкуснятина получилась, такая сочная рыбка с хрустящей корочкой, зеленая спаржа, помидорчики, картошечка. Отличное такое летнее блюдо. Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Дальненько мы не готовили рыбку, нужно это исправить. Сегодня мы приготовим красную рыбку, в духовке классно, все с овощами с весенними, очень вкусно будет. Вот такой вот кусочек у меня семги, грамм 500. Молодая картошечка, черри помидорчики, зелень, молодая зеленая спаржа весенняя, ну и так далее. Так, для начала нам нужно нарезать картофель тоненькими пластиночками, потому что готовиться все будет одновременно. И чтобы картофель успел приготовиться, нужно нарезать его тоненько-тоненько. Вот так вот. И так, картофель мы нарезали. Убираем его пока в чашку. Берем спаржу. Спаржа у меня молоденькая, чистить ее не нужно. Если спаржа потолще, конечно такая, она уже немножко несъедобная, здесь деревянная кожица, тогда ее нужно примерно до середины так почистить. Так как молодая, не обязательно. Просто я отрежу немножко вот так кончики. И все, можно ее уже так кушать. Вот так проверяется, спаржа свежая она или нет. Если она вот так ломается, значит она свежайшая. Даже можно сырую кушать. На вкус, как зеленый горошек. Ну и тоже сюда. Соли. Перец. И оливковое масло. Все это перемешиваем. Вот так вот все хорошо мы перемешали и убираем пока в сторону. Так, берем рыбку на противень. Разрезал вот так на два одинаковых кусочка ее. Посолим. Черный перчик. Нарежем тоненькими ломтиками один зубок чеснока. Рыбка с чесночком будет просто класс. Теперь берем зелень. Укропчик. И петрушки. Вот так вот. Пару долек лимончика. Вот так вот. И я еще добавлю немножко сливочного масла. Сливочное масло будет там таять и соединять все эти вкусы, ароматы трав, чеснока. Вот так вот. Ну и теперь берем второй кусочек. И накрываем вот так вот сверху. Тонким концом к толстому. И у нас получается равномерный такой стейк равномерной толщины. С обеих сторон закрыт кожей, что будет защищать от высыхания. Сейчас нужно только еще это все связать. Берем специальную нитку. Вот так вот держим пальчиком. Продеваем снизу. Вот так поднято. Протаскиваем. И здесь уже завязываем. Вот так вот. Так, теперь берем картофель. И выкладываем по краю. Так, картошечку мы вот так распределили. Теперь берем спаржу. И выкладываем по сторонам. Берем наши черри-помидорки. И тоже вот так. Такое весеннее красивое блюдо у нас получается. Прям картина. Немножко тоже сбрызнем сверху рыбку оливковым маслицем. Чтобы она не сушилась у нас помидорки. Картошечка. Все отлично. И посолим. И ты? Да. Ну давай, и ты посоли тоже. Рыбку посоли. Рыбку. Вот, умничка. Немножко перчика. Все, дорогие друзья. Все у нас готово. Теперь осталось только поставить это все в духовку, разогретую до 200 градусов. Я думаю, где-то минут на 25, может быть 30. Но там нужно смотреть по духовке, как это будет готово. И так, ребятки, прошло у нас 25 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот красота. Все просто и очень красиво. Летний такой классный гирик. Все время хочу сказать гирик, поэтому говорю летний классный. Летнее классное блюдо. Убираем ниточки. Давайте разрежем рыбку. Посмотрим, какая она внутри. Здесь хрустящая корочка такая. Вот, смотрите, какая сочная, классная, ароматная. Вот так вот. Теперь сюда помидорчики. Спаржа. Все приготовилось, но не переготовилось как раз все в тему. Не картошечка, конечно же. Вот, друзья, вот такая вот у нас сегодня вкуснятина получилась. Такая сочная рыбка с хрустящей корочкой, зеленая спаржа, помидорчики, картошечка. Ну, давайте, друзья, снимем пробу. Посмотрим, что у нас вкусненького получилось сегодня. Смотрите, такая корочка хрустящая. Вот она. Рыба полностью приготовилась, но не пересушилась, что важно. Очень сочная. За счет того, что я сделал толщину из двух стейков, и плюс защищала ее кожа сверху. Рыба получилась очень сочная. Здесь маслица эта таяла, обогащала всеми вкусами. Прямо то, что надо, прям. Офдемпунт, как говорят в Германии. Сочно. Классно приправлено. Вкус чесночка, зелени, лимончика. Отлично. Такая вот классная зеленая спаржа. Тоже хорошо приготовилась. Очень вкусно. Картошечка. Класс. Ну, вот эта вот классная хрустящая кожица, конечно, это отдельная история. Обалдеть. Ну, что еще? Помидорчик. Помидорчик, это как всегда. Классная. В общем, ребята, все супер сбалансировано и сразу с гарниром, с рыбой. Герифт, опять говорю, сбалансированное блюдо. Все есть, быстро, раз-раз, духовочка готова. Просто мечта любой хозяйки и хозяина. Так, друзья, на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.